Добрый вечер! Сегодня у нас, в общем-то, открытое занятие, и мы сегодня с вами рассмотрим космические последствия апокалипсиса. Оно, в принципе, для нашего совершенства ничего не дает, эта информация, но для общего представления, как что было, вот оно важно в этом плане, потому что, когда человек знает, что было, он уже может ориентироваться, что возможно и будет. Ну, понятно, что апокалипсис – это не дай бог, и эта тема, она, несмотря на то, что вроде как не относится к нашим основным темам, но она важна, поскольку она, в общем-то, расширяет наш кругозор, ну, а чем шире кругозор, тем больше информации мы можем к себе привлечь. Понятно, не только этого плана, но вообще любую информацию, потому что для того, чтобы принять эту информацию, нужна некоторая смелость, поскольку мы, в общем-то, живем в иллюзиях. А преодоление иллюзий – это достаточно проблематичный процесс, потому что всякая мысль, всякая иллюзия, иллюзия – это тоже мысль, она сопротивляется, она сама по себе сопротивляется, она сама не хочет от нас уходить. Для нее это однозначно смерть, для этой мысли, которую мы выбрасываем, которую мы заменяем на другую иллюзию или там мысль. А мысли живые, и у них инстинкт самосохранения. Вот поэтому они держатся, они держатся и не пускают наш мозг к познанию окружающей среды. Ну вот, чтобы представить масштабы апокалипсиса, который произошел именно в нашей Солнечной системе, нам надо, во-первых, вспомнить современные представления наши о Солнечной системе, ну и, с другой стороны, происхождение этих планет, сон, звезд. А в реальности и планеты, и звезды, у них разное происхождение. Планеты обычно формируются из пылевого облака. Ну, это не противоречит современным взглядам. Как правило, какой-то возникает волчок, да, ну, крутящееся тело, и она собирает вокруг себя пыль, которая укладывается на этот волчок, ну, постепенно растет радиус, вот, ну, начинает расти, вступает в силу гравитационные процессы, и, в общем-то, увеличивается масса, и в конце концов, в общем-то, получается, ну, те планеты, которые мы сегодня наблюдаем. Спутники, планеты, спутники, спутников. А вот, что касается звезд, у них совсем другая история происхождения. Дело в том, что любая планета, она вращается не только, может вращаться вокруг своей оси, но она еще может, если у нее есть эксцентриситет, она может вращаться еще и по орбите, вокруг некого центра, ну, как бумеранг. Если вы бросите, он будет вращаться не только вокруг своей оси, он будет еще вращаться по орбите и прилетать обратно к вам. Ну, и каждая планета – это, в принципе, бумеранг. А дело в том, что когда идет вращение уже по орбите, да, он тоже закручивается, пылевое, естественно, облако, и оно уже работает как сепаратор. А сепаратор, он отличается тем от остальных устройств, что у него в центре всегда концентрируются легкие вещества. На этом, в принципе, вот получают сметану, например, из молока, масло получают, ну, потому что они легче молока, легче воды, они плавают, плотность меньше у них. Ну, и поэтому в центре вот этого орбитального вращения планеты формируется легкая составляющая. Дело в том, что у нас вот в галактике, да, мы просто этого не видим, а вообще галактика вся светится. Вот если выйти за пределы Солнечной системы, да, там светло так же, как у нас в нем. И это связано с тем, что там не так много пыли, как у нас в Солнечной системе. А в Солнечной системе эта пыль возникла из-за того, что у нас очень много. Ну, немного больше 20. В принципе, только планета погибла. А я уж молчу, сколько погибло спутников. Ну, их, ну, тысячи. Где-то двух тысяч нету, но тысяча шестьсот где-то с лишним. Но это приблизительно. Мы точно не можем сказать. Потому что захватчики, они специально каждую погибшую планету, каждый погибший спутник, они его обозначили каким-то греческим персонажем. Ну, и говорят, что это у нас греческие легенды и мифы. Хотя в реальности это реально существование, когда спутники планеты, спутники спутников. И они, в общем-то, затушевали таким способом наше строение Солнечной системы. Когда узнаем, что кто-то там откуда-то прилетел, у некоторых народов сохраняются эти легенды. Ну, говорят, это вы греческую легенду нам тут цитируете. Ну, и все, на этом диалог кончается. И у нас, в общем-то, то, что мы не знаем строение нашей Солнечной системы, мы не знаем нашей истории, не знаем последствий апокалипсиса, которые были. И поэтому у нас, в общем-то, ну, один из пунктов, который говорит о том, что мы неразумны, ну, или полуразумны. У нас есть, конечно, какие-то представления о строении, но они не соответствуют реальности и действительности. И первое несоответствие – это спутывание, вот, формирование звезд, потому что у нас, в общем-то, планеты вращаются, и всегда вокруг центра вращения формируют Солнце, формируют звезду, потому что там легкие частицы, она сама по себе плотность имеет меньше. Ну, что Солнце, что вот эти вот планеты большие, как Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, вот, которые существовали у нас еще, тоже погибшие, Иридан, Прозерпин, ну, и еще там одну выводят планету. Это планеты Солнечной группы, потому что они подобны по строению. У них химический состав такой же, как на Солнце, то есть они состоят из гелия и водорода, вот, ну, там немножко воды, немножко метана, вот, но, в принципе, они резко отличаются от планет Земной группы. У планет Земной группы, во-первых, высокая плотность, там, той же Земли, там, 5,25, по-моему, да, вот, там, ну, Меркурий, Марс, да, ну, где-то так, 5, там, ну, 3, может быть, грамма в кубическом сантиметре. А вот, допустим, тот же самый Нептун, всего 0,7 грамма в кубическом сантиметре, а Юпитер 1,4 грамма в кубическом сантиметре, ну, в два раза больше, вот. Ну, и там Уран 1,6, ну, и Нептун там тоже где-то близко к этому. То есть у нас фактически происхождение планеты и Солнце разное. Вот в этом, собственно говоря, у нас не совпадение с современной астрономией. И вот устройство нашей Солнечной системы на сегодняшний день описывает формулу Татсиус-Абодде. Но она приблизительно эмпирическая формула, то есть просто подгоняли, ну, пытался Татсиус подогнать под расположение планет, вывести какую-то закономерность, которая бы точно говорила, что здесь должна быть планета. Но, к сожалению, даже в эту подогнанную формулу, да, у нас, в общем-то, Меркурий не вписывается. Ну, это говорит о том, что приходится снова нам подгонять, делать новую формулу. Ну, а в природе всё проще, всё проще. В действительности наша Солнечная система, она представляет из себя сепаратор. Ну, и вообще сепаратор, это же, в общем-то, как бы волновый процесс, ну, хоть он и вращается, да, но всё равно волны. От любого вращающегося объекта идут волны. А непонятно, когда планета такая, как наша, вращаются там мощные волны, огромные, огромного размера, но это волны. И вокруг Солнца вращаются планеты, это тоже волны. И наши планеты, они вот в полуволнах Солнца располагаются. Ну, если мы посмотрим, как вот у нас начинается Меркурий, там 58 миллионов километров, да, потом идёт Венера 110. Ну, 50, 110, понятно, где-то разница 50. Там идёт Земля 150 миллионов километров. Ну, уже видна закономерность 50. Это какая-то полуволна. Дальше идёт Марс. Он 220. Ну, должно быть вообще-то, по логике вещей, где-то 210, но 220. Близко. Вот. А потом сразу идёт Юпитер. Там идёт 770 миллионов километров до Солнца. То есть разница... 500 миллионов. Ну, сколько тут может ещё 8 планет вообще умститься, если мы должны считать дальше по такому же принципу. Ну, а у нас там не только пояс астероидов и всё. Ну, и он находится на расстоянии где-то 400, ну, с небольшим там миллионах километров. То есть ещё 300 миллионов до Юпитера. Ну, и 200 там до Марса. Ну, и здесь как минимум было ещё 2 планеты. Ну, и там... На этом закономерность у нас заканчивается с планетами земной группы. Ну, они все подобны, естественно, да. Что Марс, что Венера, что Земля. Вот. Тем более существуют у нас и легенды, и вот Карышева существует, которые описали там жизнь на этих планетах. Вот. А дальше вот начинаются планеты солнечной группы. В действительности и Юпитер, и Нептун, и Уран, и Сатурн – это потухшее Солнце. Маленькие Солнца, но это Солнце. Потому что одинаковое строение атмосферы. Ну, мы вглубь там заглянуть не можем, да. Но есть предположение, что, в общем-то, и по внутреннему строению они тоже одинаковые. Если рассматриваете дальше эту, ну, я уже слово «гипотеза» с затронением сюда применяю. Но если рассматривать эту теорию сепаратора, да, то у нас получается следующая картина. Что вокруг Солнца у нас, прежде всего, формировались планеты с солнечной группой. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. А вот земной группы планеты, они после Нептуна формировались. И я уже сказал, что у нас галактика светится. И поэтому все планеты, которые были после Нептуна, они все хорошо освещены, и на них прекрасно формируется жизнь. Формировалась. Пыль от разрушенных планет заслонила свет галактики. Началось светопредставление. Свет исчез, и наступила египетская многолетняя тьма, о которой сохранились сведения в аналах истории. Естественно, что жизнь всегда достигает уровня разумности. Любая, что растительная, что там грибы, что кристаллы, что животные. Любой тип, он, в принципе, приходит потом к разумности. Потому что разумность – это атрибут материи. Точно так, как и память. Но у нас только и три атрибута признаны. Это пространство, время движения. Но их бесконечное множество в реальности. Потому что свойств мы можем напридумывать море. И эти свойства, они передаются, конечно, материи. Ну и разумная материя – это, в принципе, производная обычной материи. Но у нас всё равно этим кончается разумом, разумностью. А раз разумностью кончается мысль, ведь это огненно. И причём огненно достаточно прилично. И мы своими мыслями поджигаем солнце, поджигаем звёзды, живя на планетах, которые, в общем-то, вращаются вокруг какого-то центра. И чем больше у нас будет разума вокруг этой планеты, а планеты, начиная когда вращаться вокруг единого центра, они синхронизируются, во-первых, между собой, во-вторых, по расположению на орбите. И, в общем-то, они поджигают и солнце, и поджигают те вот малые солнца, как Юпитер, Сатурн, Уран, которые были солнцами. Сейчас они потухли. Потухли, потому что разума после Нептуна нет. Не стало. И вот апокалипсий солнца в действительности произведён был по тем планетам, которые находятся за Нептуном. Вот у нас за Нептуном потом идут Плутон, там Седна. Их сейчас много открыли, там больше десятка этих планет, ну, малых, и там открытие этих планет ещё впереди. Их много должно быть. Но там были и наши планеты, и Земля, и Венера, и Марс, и много других. Потому что расстояние между Плутоном и Нептуном, ну, где-то там 1700 миллионов километров. Если мы возьмём вот 58 миллионов километров, как от Солнца до Меркурия, то есть полуволну, и мы будем простраивать от Нептуна до Плутона, у нас там получается 26 планет. Планеты были разложены на атомы. Атомы и молекулы, да. То есть планеты стали тормозиться. А в сепараторе, если начинается торможение, то те планеты, которые были на периферии, устремляются к центру. Солнечную систему. Ну, ведь вот этот Юпитер, этот вот Нептун, они все Солнца были. Они все светились. Юпитер до сих пор немножко светится, хотя он уже остыл. И те тоже, и Нептун, и Уран, и Сатурн, они уже все остыли. Хотя свечение есть небольшое ещё. А почему они светились? Дело в том, что у человека мысль, она огненна. И все мысли людей, они концентрируются на Солнце. Поэтому на Солнце, по логике, вообще должно разогреваться. Ну, а поскольку там были вот эти ещё Нептун, ну, Юпитер и прочее, то есть тоже были Солнца, они тоже поджигались нашими мыслями. Мы же не только Землю заселяли, мы и Венеру заселяли, и Марс. Все планеты. Там везде были люди. И они вот излучали эти мысли. Естественно, все эти большие планеты, в том числе и Солнце, они были, питались нашими мыслями, поджигались и светились из этого. Если смотреть вот нашу галактику, у нас же есть двойные звёзды, да, там тройные звёзды, откуда они там. Вот и переменные звёзды, это ведь тоже двойные звёзды. Потому что там звезда одна. Но одна ярче светит, другая обычно меньше светит. И когда они встают друг против друга, да, ну, непонятно, что перекрывают друг друга, и, в общем-то, это... Получается, что переменная якобы звезда. А в действительности они просто вращаются вокруг общего центра тяжести. И поэтому возникает этот эффект переменных звёзд. И наши вот эти планеты, Марс, Венера, Земля, они, в общем-то, устремились к центру. Они вошли в зону существования солнечных планет. А остальные-то были уничтожены, они поэтому здесь и не присутствуют. У нас так и получилось всё, что столько планет было уничтожено. И уничтожали как раз вот те планеты, но всем предлагали перейти на их сторону. Ну, и кто отказывался, их уничтожали. Ну, то уничтожили тот же Файтон, например, да. Оттуда народ бежал, бежал на Землю. Ну, он и на другие планеты, понятно, бежал. Но по ним потом ещё раз нанесли удар, Венера, в общем-то, биосферы у них стали нежизненными. Что у Венеры, что у Марса. У Марса, если вы посмотрите его рельеф, он почти раскололся пополам, но не дораскололи. А Венера, она вообще в другую сторону начала вращаться. У нас же все по часовой стрелке вращаются. И, короче говоря, все, кто отказался сотрудничать с захватчиками, да, они были всё уничтожены. Понятно, что бежали не только с эндограхи, бежали со спутников Юпитера, например, да. Там у них, во-первых, у всех вот этих планет, которые Солнце, да, что Юпитер, что Сатурн. Вот у Юпитера четыре спутника и четыре кольца. Кольца – это разрушенные планеты. И они тоже бежали сюда из самих планет. Они тоже подвержены были бомбардировке, потому что у нас Луна, у нас же там 666 кратеров. Кратеры достаточно большие. Но есть обычные 2-3 километра, это вот 50-мегатонные бомбы такие оставляют кратеры. А там и больше случаются кратеры. Что на Ганимеде, что на Калисте. Только Европа, она свободна вроде как от кратеров, потому что она вся покрыта водой. А водой она покрыта, потому что она полая, как и земля. Земля же тоже полая. Туда вот поселили как раз тех, которые нас предали, которые против нас, против человечества были. Они вот с нами почему-то сейчас не контактят. Ну, вернее, не контактят, а отдельные контакты с отдельными или минус правительствами не контактят. Ну, и апокалипсис у нас произошел именно из-за того, что у нас предки были вечными, да. И к тому же у них присутствовало размножение. Ну, а когда бессмертие и размножение, то понятно, что цивилизация, она захватывает не только свою звездную систему, но начинает распространять свое влияние и свою жизнь, и на другие звездные системы. Не только на те, которые она сама может создать и создавала, но и те, которые уже созданы или существуют там, и по каким-то причинам не ослаблены были. На то, что у нас предки были вечными, это, например, то же самое понятие человечий человек. Человек – это чело, которое живет век, а человече – это тот, который живет вечно. Ну, у нас понятно, что было еще понятие «люди», да. Люди – это не только которые на Земле, но и, в общем-то, на всех других планетах Солнечной системы, но и не только Солнечной системы. И тоже было людчество, то есть было человечество и было людчество. То, что, в общем-то, люди жили очень долго, ну, и у нас есть источники, та же самая Библия, которая говорит о очень больших сроках, ну, для наших, так сказать, представлений жизни, значит, с библейских героев, там, Мафуса Ила, 969, там, лет, потом, там, Адам тоже 930 лет, ну, и тот же самый, да, тоже 900 лет с копейками, ну, и потом уже, когда ввели в смерть, смерть была введена с целью перевоплощения людей. Это водил Владимир. Ну, у него, я, собственно, не могу вспомнить точно, какое имя православное было. Владимир – это уже не имя, но сейчас переводят «владеть миром». В реальности – это «в ладах с миром». Вот, и он в реальности хотел, в общем-то, помириться с захватчиками, для чего в свое время он женился на Анке, Анка. Помимо того, что было апокалипсис, он породил потом Армагеддон, а потом породил крестовые походы, которых официально было только 19, а неофициально, конечно, гораздо больше. И вот он женился как раз на Антке, на Антах, это вот из Антианайд, в общем-то, завоевательница нашей планеты. И совместно, значит, с этими пизиглавцами и пизинагами они захватили планету. И вот у них был триумвират в свое время, да, но он в римской истории, во всяком случае, такое слово, присутствует. Хотя там понятно, что другие совершенно персонажи придуманы, тем не менее, значит, вот трюглавый орел сохранился с тех пор. А потом, когда Владимир, ну, Анна же была принцессой, когда ее отец Роман умер, Владимир стал императором Византии, и он объявил войну печенегом. Он стал императором Византии, он, значит, объявил войну пизинагом и пизиглавцем. Ну, понятно, что сами Анты были крайне недовольны такой политикой, и поэтому, в общем-то, его никто не поддержал, когда Асмадеус, любовник этой Анны, сверли Владимира, и, в общем-то, Византия освободилась от Владимира. Ну, а когда он стал императором, получил имя Соломона. Ну, и Соломон, он, в принципе, вошел и в историю притчи Соломона известной именно в то время, когда его лишили престолом. А потом, понятно, что его уже легко можно было убрать, что и было сделано. Ну, и сейчас Византия, она, в принципе, существует. Ну, и вот предполагает, что, ну, не предполагает, это, в общем-то, факт, о нем сообщил нам Андрей Тюняев, о том, что Австралия вот за забором, это вот как раз Византия. Ну, а потом надо учитывать, что у нас ведь 47 пустынь на Земле, да, и в каждой пустыне есть и оазисы. Ну, та же Австралия, ее ведь раньше зеленой рисовали, ну, в мое время. Вот там эвкалипты росли, там высокие, 150 метров. А сейчас она пустыня. Ну, вот эти вот пустыни, они имеют оазисы, и там живут те наши завоеватели, в том числе и анты. Ну, это люди обезьяны или снежные люди, как их называют. Они достаточно разумные, во всяком случае, современным человеком. Нам с ними не тягаться, они на высоком достаточном уровне находятся. Их черепа, в общем-то, в Каире, в музее выставлены. Вот у них длинная теменная кость, то есть вот хохол такой. Почему, собственно говоря, вот Византия-то ведь везде была, и Европа захватила, и Турция, и Египет, там везде все Византия была. И причем хохолами-то стали называть. Но сейчас украинцы думают, что это их называют. Хохолами называли как раз антов. Мы встречались с ними, да, у нас достаточно большая компания. Причем это было в Ярославской области. Нам показывали земли, которые хотели подарить. Вот, и мы увидели этого человека, он шел параллельно с нами. Мы ехали по дороге. Там трудно, конечно, назвать дорогой. Мы ехали на военном вездеходе. И вот он метра два был, и у него такой вот высокий, очень теменная эта кость, она выставленная. Поэтому как бы хохол получается. Ну и поэтому они хохлы. Ну это анты-хохлы, не украинцы. То, что мы освоили, в принципе. Много очень звездных систем, планет. И поэтому, в общем-то, и был сделан, создан, вернее, апокалипсис. То есть был удар по человечеству, по людчеству. Со стороны как раз уже объединенных сил. Ну галактик, естественно. Может даже метр-галактик. Потому что мы не только проникли в нашу Вселенную. Веда же написана, что мы были повелителями Вселенных. Вселенных именно. Потому что в космосе мы тоже были представлены. А тоже много Вселенных параллельных. Поэтому вот Вселенных, раз мы космос тоже осваивали. И произошел апокалипсис по многим планетам нашей Солнечной системы. Был нанесен очень сильный удар. Оружие, которое применялось, оно, в принципе, описано в Ахабхарате. И самое сильное – это оружие Брамы. Оружие Брамы, которое, в общем-то, разлагает вещество на мельчайшие атомы и молекулы. То есть от планет ничего не оставалось. Ну, если вот посмотреть на строение нашей Солнечной системы. Да, мы вот видим, у нас идет сначала Меркурий, 58 миллионов километров до Солнца. Потом у нас идет Венера, 110 миллионов. Потом идет Земля, 150 миллионов. То есть видите, 50, 100, 150. То есть 50, как бы, положено, ну, как вот в сепараторе. В сепараторе все располагаются планеты в соответствии со своей плотностью. И вот у нас и Меркурий, и Венера, и Земля, они имеют высокую плотность достаточно. А вот такие планеты, как Юпитер, Нептун. Вот Нептун 0,7 граммов в кубическом сантиметре всего. У Юпитера побольше 1,4. Причем ведь Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, они ведь совсем другого плана планеты. Они по своему строению подобны Солнцу. То есть там тоже и гилья, и водород присутствуют. Ну, понятно, что там и метан немножко встречается, и вода тоже немножко встречается, но немножко. То же самое, в принципе, и на Солнце. Там гелий и водород. Ну, и там другие элементы тоже, но их следы, их немного. Они даже процентов там не имеют. Целых имеется в виду. Так вот, получается, что наши вот эти планеты, да, они не должны здесь вращаться. Потому что вот у нас же все подчинено волновым процессам. Ну, тот же сепаратор, это тоже волновые процессы. Вот там идут по плотности. Сначала идут менее плотные, потом более плотные, ну и совсем плотные на периферии этого сепаратора. Но сепаратор, он работает как? Если вы начинаете торможение в сепараторе, вот легкие частицы перемещаются на периферию. А тяжелые частицы устремляются к центру. И поэтому, если вот говорить опять же о Юпитере, Сатурне, Уране, да, но они, в принципе, тут и были. Никуда не переместились. А вот наши планеты, они были за Нептуном. Нептун, это, в общем-то, последняя, ну, сегодня последняя планета, крупная планета. А наша планета, вот Земля и все остальные были там. Ну, казалось бы, что там холодно. Так вот, ничего подобного. Дело в том, что галактика вообще вот за пределами Солнечной системы, она светится вся. Там светло. А почему так? Почему светло? Да, потому что, ну, там же 400 миллиардов звезд там, и они все светят. Понятно, что где-то местами свечение хуже. Ну, это в основном тех местах, где полевые облака наблюдают. Там, да, там свечения нет. Но так все небо светится. И поэтому на всех планетах, какие там были, и Плутон, и вот сейчас, которые их открывали, их много эти открыли. Тот же Плутон, у него аж пять там еще их спутников. Открыто уже, да, там и Седна. И планет вот этих малых планет, их много открыто. И конца-то этому пока не видно. Но они небольшие, и Плутон тоже самым, и даже меч Луны. У него диаметр 3000 километров. А у Луны, ну, все-таки больше 3000, понятно. Вот так у нас выглядит Солнечная система. Вот смотрите, вот это вот у нас Юпитер, потом Сатурн, потом Уран, Нептун. Вот четыре больших планеты. А здесь вот начинается Меркурий, Венера, потом Земля, потом Марс. Ну, потом должен быть поиск астероидов. Вот здесь он не показан, но, в принципе, это как раз планета между Юпитером и Марсом. Юпитер на 700 уже миллионов километров отходит от Солнца. А Марс всего 200, там еще 500 миллионов километров до Юпитера. Понятно, что здесь и там поиск астероидов как раз и наблюдается. Там даже не одна планета должна была по логике вещей существовать. А они именно были за Нептуном. И у нас ведь биосфера-то ведь на Земле была мощная до этого апокалипсиса. Но вот случилось, когда, да, мы, во-первых, устремились, ну, раз это сепаратор, да, то вот эти вот малые планеты, которые Марс, там, Венера, Меркурий, да, и Земля в том числе, ну, и поиск астероидов, они устремились к центру, потому что торможение началось. Там же было много планет за Нептуном. И вот точные подсчеты показывают, между Плутоном и Нептуном, да, там расстояние где-то 1700, по-моему. Вот если мы разделим на 58 миллионов километров, которые как раз у Меркурия, да, как раз как бы полуволна, и потом через 50 миллионов-то они так вот и попадали все эти планеты. Ну, после Нептуна. И получалось, что здесь должно быть 26 планет, кроме пяти оставшихся. Эти все планеты, они уничтожены, а они были все обитаемы. И вот интересно, что, когда создавались вот эти мифы и легенды Греции, да, которые, как показал и Николай Морозов, и вот новоохронологи потом развели это, греческая цивилизация никогда не существовала. Была земная обычная цивилизация, причем в Средние века, ну, которую приписали к грекам. И вот они там придумали тоже, кстати говоря, 26 категорий различных персонажей, ну, такие, как там боги, духи, гиганты, титаны, боги титанов, значит, амазонки, судьи мертвых. Вот их 26 категорий. И у каждого там количество, названное, и в сумме их как раз получается там где-то 1600. 1600 тысяч спутников было. И они все уничтожены. А они тоже были обитаемы. Почему кого-то уничтожили, а кого-то нет? Дело в том, что против нас вообще выступала, ну, не одна цивилизация, это совокупность цивилизаций, это не одна галактика даже. Потому что у нас земля, это слово семья, у нас, в общем-то, народ размножался и был бессмертным. Бессмертие, оно описано, ну, как бессмертие, ну, то, что были бессмертными. Там и Библия, и многие другие источники. У нас только 15 источников, которые описали апокалипсис, оставшиеся источников. А их еще было больше, понятно. Вот, и эта история, к чему апокалипсис-то, вот, она предполагает у нас три гипотезы, почему все-таки случился апокалипсис. Ну, первая гипотеза, то, что, в общем-то, люди были бессмертны, они размножались, и они захватывали все новые и новые пространства, галактики, там, в звездных системах, там, в метагалактике, во Вселенной, во всей. Но мы знаем, что Вселенных ведь много, есть параллельные Вселенные, перберегулярные, угловые. Но мы рассматривали, я уже об этом говорил, не один раз. И это все создавало космос, и космосов тоже было видов много, потому что там тоже свои параметры, и мирозданий было много, и оказывается, разновидностей всех вот этих вот космосов, там, Вселенных, их бесконечное множество. Не только мы бесконечны в пространстве, да, в нашем пространстве, мы бесконечны в разновидностях, эти пространства, которые существуют в одном месте, и они не пересекаются, почему у нас, Будда-то видел, там, 3600 миров. Ну, потому что они реальности тут существуют, но они другим не мешают. И вот эта возможность постоянно развиваться и быть бессмертными привела к тому, что мы все новые и новые пространства осваивали, чем вызвали, конечно, неудовольствие у других цивилизаций. Ну, предложено было перейти на перевоплощение, на что наши предки не пошли, и по нам был нанесен апокалиптический удар. По всем сразу планетам, звездным системам, которые находились, ну, в общем-то, под нашим руководством. Ну, у нас, как в видах пишут, наши предки были повелителями Вселенных, они жили на Горемеру, откуда повелевали звездами, да, звездами, там, и планетами. Вторая гипотеза, которая говорит о том, почему все-таки случился апокалипсис, она подчеркивает тот факт, что наши предки были отцами многих цивилизаций, они не могли выступить против своих детей, и они позволили себя уничтожить. Но я лично не соглашаюсь ни с первой, ни с второй. Мне больше импонирует та гипотеза, которая говорит о том, что при росте такого огромного количества цивилизаций управление становится невозможным этими цивилизациями, и поэтому начинаются разброты, шатания. Общая культура, она деградирует, что ли. То есть она не переходит на всех, она меняется. Деградирует – неправильное слово. Она меняется, и поэтому у нас вот столько языков, да, на Земле. А в Библии же говорится, что язык-то был один, культура была одна, религия была одна, но все было одно. А у нас, смотри, сколько религий. Ну, изданных четыре, да, иудаизм, буддизм, мусульманство и христианство. Ну, это не так сейчас уже у нас там 26 тысяч конфессий, 27 тысяч. Вот, ну, много очень конфессий, и конца этому не видно. У нас только Христов, он, 5 тысяч объявившихся. Объявившихся, а не объявившихся, наверное, еще больше, да. Вот, ну и все растет и растет. Все меняется. И от нашей вот настоящей, которая была культура, ничего не остается и уже, в принципе, и не осталось. Поэтому наши предки, гекатанхеры, это наша первая цивилизация, это вот как раз период Семи Царствия, когда было на земле, и оно было описано вавилонской истории, и в еврейской истории. Ну, я вот вавилонское читал, и о еврейской только слышал. У них сейчас там много царей, да, а вообще было 7 царей. Ну, и у нас тоже осталось 4 Ивана, 3 Василия. Тоже Семи Царствия, якобы. Ну, в реальности понятно, что там сплошной свист. Они, наши предки, решили, что не все достойны бессмертия. И пусть они, вот, пройдя апокалипсис, пройдя все эти ужасные, там Армагеддон следующий пошел после апокалипсиса, но Армагеддон переводится как большая вода, когда начали с погибших лун, ну, у нас падать метеориты, болиды, астероиды, которые вызвали потопы. Потом крестовые походы пройдя, да, рабство пройдя. И кто достоин бессмертия? Ну, и, в принципе, следят за всеми, кто достоин. Ну, а кто не достоин, ну, пусть тогда погибнет на галах. У нас же мысль огненная, да? И она очень сильная. Почему у нас на галах-то стали использовать? Ну, потому что мысли мощные. Просто мы не знаем, как использовать эту энергию, но имеют в виду нашу цивилизацию, нашу культуру. Но, вообще-то, галах на сегодняшний день, в общем-то, является валютой в нашей галактике. Валютой, на которую можно меняться. А где ее получать, эту валюту? Ну, вот из людей. Вот философия страдания, которую нам навязали, да, она приводит к рождению много галахов. Галах – это, в принципе, энергия. Ну, раньше говорили «сила». Ну, энергия – это новодельное слово. Ну, пусть будет энергия. Мы уже привыкли к этому термину, хотя не можем сказать, что это, не можем почувствовать, пощупать. Силу-то мы можем всегда почувствовать, пощупать, да, в отличие от энергии. И вот у нас получается сейчас, как бы мы проходим экзамен каждый. И дело в том, что люди, которые сегодня живут и имеют какую-то там конфессию, мусульманство, там, значит, вудаизм или христианство, они все проходят экзамен. И вот что интересно, вот если сравнивать, допустим, делеправославную, да, делеправославие на сегодняшней конфессии не походит ни на дно. Там вот тех вот смертных грехов, за которые нас посылают в ад, а после которого мы идем уже на гавах, там не было. А вот начиная с буддизма, например, там есть грехов, за которые мы должны снова идти на перевоплощение. У них же цель-то, как бы, больше не перевоплощаться, да, умереть и достичь, ну, как они там говорят, нирваны или самадхи. Эндоса говорят, да, ну, буддисты нирвана, нирвана, нирванное осознание. Но грехи-то, собственно говоря, те же самые, что и в христианстве описано. У нас тоже там 7 смертных грехов описано, но в буддизме чуть больше 10. Ну, причем 10, и эта цифра, она не устоялась. Ни 7, ни 10, некоторые больше там называют. Ну, вот то, что вот Фома Акминский сформулировал, там гнев, там, значит, ложь, зависть, там, ну, такие, короче говоря, грехи, ну, с которыми можно согласиться, что да, это грех, но я бы не сказал, что это смертный грех, ну, то, что это грех, ну, можно согласиться. В буддизме там еще выделяют такие, как привязанность, это тоже у них грехом считается. Замешательство, тоже у них грех. Ну, ненависть понятна, ревность понятна. Христианство, значит, и зависть, и чьего угодия, и похоть, и гнев, и лень, и алчность. А в буддизме еще есть такое страстное желание, это тоже грех оказывается. Ну, приводят еще такие вещи, схоласты и богословы, они говорят о, например, прелеводеянии, да, грех, дальше, уныние, грех, гордыня, грех. То есть, фактически, ни за что людям предписывают потом попадание в ад. я понимаю, там, когда горят воровство, да, там убийство, не убей, не укради, ну, это же все записано, да, но это все нарушается, естественно, что попадаешь в ад после этого. У нас, например, в Дреле Прославии были подвиги, если ты что-то сделан, ты можешь искупить свою вину, совершив подвиг, а здесь этого нету. Совершил, и все, вперед. И нам специально придумали, карму, естественно, для человека. Может делать, что хочет в этой жизни, в следующей жизни он должен отработать все это. И на него цепятся всякие там события неприятные, которые заставляют его страдать. Но обычно он уже воплощается не на земле, а вот в этих подземных городах. А то, что там именно в подземных городах построили ад, сверхглубокая Кольская скважина, которая выявила, что там нечеловеческие звуки, жуткие звуки издавались. Даже по телевизору показали, и мы прослушали, что там находится. Но понятно, что те, кто нас захватил, а это Римская империя, это уже не секрет никакой. ну и она объявила Россию, третью, ну и Москва, третьим Римом, четвертым, якобы не бывать. Я думаю, что если у нас снова состоятся переговоры с этими ребятами, потому что есть силы, которые, в общем, недовольны сегодняшним положением землян и готовы помочь нам. Но эти ребята тоже, они хитрые. Они раздали, во-первых, ни одной цивилизации кусочки земли, где выращивают людей на головах. Во-вторых, они стараются привлекать вот эти все цивилизации. Они ведь все против нас настроены, эти цивилизации. И они вот еще что сделали? Когда апокалипсис был, да, они спрашивали те цивилизации, которые были на разных спутниках, планетах, ну, как они за человечество или за эту галактическую, там, эта галактическая конфедерация, которая выступила против нас. Ну, и вот кто выступил тоже против нас, им оставили жизнь. Ну, фактически, вот на Марсе такие были, на Венере были, ну, на Земле тоже были, естественно. Например, неосвладимир. И вот все, кто сейчас живет на Туне Земле, это те, которые поддержали не нас, а вот эту галактическую, там, это галактическую коалицию. Ну, поэтому Земля сохранилась, ну, более-менее сохранилась. Ну, эти планеты остались, а вот те 26 6 планет, которые были за Нептуном, они все погибли. Вот, когда они погибли, было применено оружие Брамы, так называемое, которое описано Махабхарати, а это оружие, которое разлагает вещество планет на атомы и молекулы, то есть создает пыль. А мы знаем, что пыль, она тормозит движение планет. А в сепараторе, если начинается торможение, то тяжелые частицы, наши планеты, они тяжелые, они же не меньше 5 граммов в кубийском сантиметре плотность, в отличие от солнечных планет. Поэтому они устремились к центру Солнца. И они сейчас вот у нас от Меркурия, Венера, Земля и Марс, они вращаются здесь, внутри солнечного пространства. Юпитер это Солнце. Ну раз не стало подпитки, да, понятно, что Юпитер и Сатурн все они быстро потухли. А взорванная планета, созданные группы, такие как Прозерпина, Эридан, вот, превратились в кометы. Кометы, они тоже быстро остыли. И эти планеты остыли. И вот у нас в истории описаны четыре дневниковых периода. И когда мы двигались к Сонду, когда не стал, ну пыль же закрыла все. Мы были изолированы от света. Наступила египетская тьма, она описана в аналог истории, и она не один день шла. Это как раз последствия апокалипсиса. И поэтому тормозясь земля пошла к центру. Как эти оставшиеся планеты, они тоже пошли к центру. Но проходя мимо сначала Нептун, потом, значит, прошли мимо Урана, они же Солнца, но там черпали тепло. Ну и потом, значит, Сатурн, Уран, прошли, да, но и проход, там же 700 миллионов километров, у нас орбитальная скорость 30 километров в секунду. Но в силу того, что мы уже идем, мы уже шли не так вот к Солнцу напрямую, а мы шли по орбите, по спирали. Поэтому подходили к одной солнечной планете, потом прогревались и снова шли. Но чтобы планета не остыла, у нас были мощные леса, пришлось сжечь. Но жгли, если просто сжечь, да, угарный газ выделяется. А угарный газ, он опасен для жизни людей. Поэтому не поджигали леса, а делали, чтобы они гнили. То есть горение, это вот гниение, это горение, но медленное горение. Но там выделяется углекистый газ, он полезен для тех же растений, он полезен для тех же самых организмов, которые строят из углекислого газа свои тела, но это же углерод чистый, можно сказать. И поэтому у нас проходя мимо каждой планеты, это так-то где-то за 5 лет наша Земля переместилась к Солнцу, на ту орбиту, которую она сейчас занимает. А так она летела, конечно, в 2 раза больше, 10 лет. Но если еще учитывать, что она успевала повращаться еще и вокруг маленького Солнца, как Юпитер, Нептун, там, ну, наверное, лет 20 мы летели. Ну, вот, пока дошли и жгли леса. Ну, как жгли? Ну, старались лежать. У нас же эти, вот эти вот сбавидные леса, они же огромные были. там пониже встречаются по 40 километров. А отношение ствола, ширины ствола, или диаметр, лучше сказать, высоте 1 к 40. Ну, умножьте 40 на 40. 1600 километров. Ну, даже меньше могли быть деревьем, но такое только одно зафиксировано в районе Омска. А у нас, в общем-то, ну, где-то было около 10 километров средняя такая величина вот этих деревьев мощных. Потому что, когда дерево его срезали и роняли, ну, чтобы не очень сильно было землетрясение, а их листу сжигали, ну, сжигали, сгнивали. То есть небыстрый тип горения. Вот почему в океанах оказалось 60 раз больше кислого газа, в атмосфере. Если бы просто все сгорело, да, сразу, ну, вода бы не успела напитаться таким количеством омликислового газа. А она постепенно насыщалась, потому что был медленный процесс. деревья гнили в океане, потому что вода медленнее отдает тепло. У нас вот между вот этими солнцами, маленькими солнцами, где-то 9 месяцев проходило, прежде чем мы долетали до следующего, да, вот, ну, и так вот постепенно мы приблизились к солнцу, где у нас все-таки сохранилась жизнь. Ну, это вот благодаря нашим предкам и прежде всего гектонхейрам. Эти вот когда брюна, которые по 10 километров в диаметре роняли, но они, во-первых, на 4 части раскалываются, да, и вот получались горы по 5 километров. Ну, где по 5, где по 3, где по 4, в разном у нас есть и в семье километровые горы. Это остатки вот этих вот деревьев. Но они, естественно, окаменели. Горы, которые сейчас у нас есть на планете, это, в принципе, остатки вот этих деревьев, гигантских деревьев. Тем более химсостав горы не соответствует химсоставу подножия. У нас же все было бессмертно, но и растения тоже были бессмертные. Но если они жили миллионы, миллиарды лет, причем определить годовых таких колец нету, когда тепло всегда, да, голодовых колец нет. А вот когда уже появилась зима, зима только в 19 веке появилась, а до этого было просто оледенение, ничего не росло. Вот 9 месяцев ничего не росло. И была вот египетская тьма. Ну и вот потом у нас формировалась в принципе Солнечная система, эти Солнца потухли, но наше Солнце оно было синим, как говорит профессор Легли, это 19 век, о котором пишет Елена Блаватская. Он доказал, что наше Солнце синее, и это не только фрески египетские, но у него есть еще свои соображения. А то, что оно стало желтым, что стали люди думать не так зажить, как думали раньше. Высокие частоты ушли, и появилась вот эта желтая составляющая. И поэтому у нас сейчас в общем-то страдания, тоска, грусть, ну и прочие вещи. Уныние, за которое тоже можно попасть в ад. Многие люди попадают, но даже после уныния какой подвиг можно совершить. Но это у них, у нас в православии за уныние, за полеводеяние, ну и другие, там не было этого. Это не являлось грехом, и потом наши все грехи, они предполагали подвиги. И человек, если их совершал, но он очищался от этого убийства, например, у себя в утробе, вот даже за это можно было получить прощение, потому что были соответствующие действия, которые сравним были с подвигами. Ну вот, что касается реданной прозерпины, да, которые, в общем-то, у нас тоже были солнцами, по всей видимости, их уже уничтожали не галактическая конфедерация, но не метагалактическая, это вместе с теми планетами, которые вращались вокруг них. Почему я сделал такой вывод? Ну, во-первых, там же, вот, смотрите, у нас идет Юпитер, да, 700, потом идет Сатурн, 1400, миллионов километров, естественно, в два раза больше, потом 2,100 должна быть планета, ее там нет, 2,800 идет сразу, ну, то есть, к 400 прибавьте 700, 2,100 получается, тут нет планеты, это как раз Иридан, а я уже говорил, что Иридан был точно, потому что, ну, там и река Иридан, ну, в честь Иридана, у нас много памяти осталось об этом названии, а вот в 800 уже идет Уран, потом 3,500, да, ну, прибавить к 2,800 еще 700, как они должны располагаться, там тоже нету планеты, ну, как раз про Зерпина, а вот 3,500, там тоже должна быть планета, а ее тоже там нету, потому что Нептун, он на 4, где-то 500 находится километров, ну, и вот эту вот последнюю планету, да, у нас есть такой астроном Батыгин, и Браун, они выдали гипотезу, что там вот как раз в районе Нептуна была еще одна планета, ее Асофат они назвали, Асофат это вообще иудейский царь-судья, ну, и вполне возможно, что там так и было, то есть еще было 3 таких вот планеты солнечного плана, то есть к этим четырем надо прибавить три еще планеты, а дело в том, что у нас некоторые палеонтологи, да, они говорят не 4, а леденение было, а 7, то есть если мы вот начинаем разлагать движение Земли, да, то есть она вот к 7 подошла вот этим планетам, когда леденение кончалось, но потом все-таки оно снова начинается, потому что снова дальше двигаться, то Земля на все равно будет двигаться, все пыль, Земля тормозится, расторможение, ее будет втянуть к центру солнца, это в общем-то правило сепаратора, вот, поэтому мы снова сейчас подходим к подобной вещи, потому что у нас очень отрицательные эмоции, они привык к тому, что рождает 7-герцовая частота, и она в общем-то вызывает, ну, раньше это называлось теплородом, но у нас его отвергли, как вы знаете, ну, или флагистоном, флагистоном, это когда огненные закрутки, а вот теплород, это, ну, когда колебательные закрутки, у нас температура это просто колебания, а вот теплород это вращательные закрутки, ну, как бы запретили, что он не существует, но существует, и вот как раз вот эти все закрутки, которые создают наши отрицательные эмоции, да, они вызвали, как раз плавление литосферы, а почему вызвали плавление, казалось бы, ну, что такое, ну, закрутилось, и пусть крутится, а дело в том, что все крутящиеся предметы находятся в связи между собой, они влияют друг на друга, вот, о таких волнах еще северцев говорил, это правда биология, но, тем не менее, оно влияет друг на друга, мы вообще все друг на друга влияем, и вот эта закрутка, она передается от планет, она передается и молекулам, и они раскручиваются, раскручиваются, и поэтому, в общем-то, происходит вот это разогревание литосферы, и вот эта лава, которая там образовалась на движцах поверхности Земли, ну, говорили, что и в 26-м году, и там, может быть, даже и в 24-м, в общем-то, в любой момент она может вырваться на поверхность, ну, говорят, таймер, там уже что-то такое происходит, вот, ну, ждут в основном эту Марианскую упадину, там же все-таки на 11-комм это приближено к центру, да, Земли, и оттуда ожидают, но пока ничего не слышно про то. То, что вот по нам был нанесен удар, еще вот хочется сказать, это все последствия как раз апокалипсиса, потому что у нас идет как гранитный слой на Земле, потом идет базальтовый слой, гранитный он 25-40 километров, а дальше идет базальтовый, но тоже город 70, под океанами гранитного слоя нет, то есть 25-40 километров были вынуты с Земли гранитного слоя, и там из Тартера, а в Тартере, как опять по подсчетам наших геологов, воды в 6 раз больше, чем на поверхности Земли, и оттуда вытекла вода в океан, и она стала соленой, потому что она затопила погибших людей, которые, в общем-то, были снесены в этот океан, и не случайно, что состав нашей крови точно такой же, как состав воды в океане, но эту воду даже применяли во время Отечественной войны, и вот в океанах там базальт идет и осадочные породы, осадочные породы это то, что, в общем-то, наши предки засыпали ямы астероидами тех лун, вот те луны, которые у нас образовались, погибшие луны, их 8 штук, как минимум было, а почему 8, ну, потому что у нас сохранилось 8 синонимов луны, но в русском языке ведь не было синонимов, понятно, что это все связано с нашими, ну, реальными названиями, потому что, вот, например, месяц, ну, вернее, луна, она у некоторых мун, так и называется, да, лиман, когда ее там бомбили, у нас 666 кратеров на луне, оттуда бежал, естественно, народ, но они здесь были поселены в районе Османской империи, это Турция, да, вот, Оман государства, вот, Айманова острова, это все, вот, как раз, кто прибыл к нам с луны, но и они же ведь у нас, как назывались, национальности, нации, у нас на европейских языках нация означает сегодня фашистов, ну, европейские имеют языки, вот, славянские языки, там, чехи, хорваты, и так далее, нация вообще означает обнаруженное, потом, значит, у чехов обнаруженное называется, вернее, пишется налезли, по-русски, если прочитать, значит, это те, кто налез на нашу планету, то есть, нации, они не народности, это муж, прибывший сюда, на землю, ну, и вот у нас потом был месяц, месяц, кто прибыл с этой луны, они, в общем-то, организовались в Месопотамии, была, значит, у нас леля, тоже луна так называлась, но оттуда прибыли лилики, лилики, которые Пелазгов потом организовали, ну, а некоторые они из лелей, да, они так себя и называют лелями, и ходят до сих пор непрекаянно, как цыгане, ну, когда говорят, что цыгане не обижаются, вот, фата, которая тоже была, да, ну, тут они у нас представлены такой национальностью, как фатолук, ну, это в районе Индонезии, но феба, феба, но фепа, народ вепцы, вепцы, хотя их сейчас относятся к финнам, но они не относятся к финну, это самостоятельная национальность. Артемида, ну, вот, у нас была Артания, это был один из центров в Руси, как и Киевская Русь, ну, понятно, что ее сейчас у нас уже не стало, Селена, ну, у нас Селена, кто прибыл, вот, они села организовали, у нас села раньше назывались Акабаками, ну, сейчас Кабак, понятно, новый смысл приобрел, да, но, если там лет всех посмотреть, да, так они и назывались, вот, с Дианой, кто прибыл, поселились там, где сейчас Дания, ну, у нас не только с наших Лун сюда прибыли, прибыли те, кто жили на Марсе, например, у нас Марс, это вообще-то латинское название, Марс, Март, да, по-разному, А вообще-то его назвали Арис, по имени царя, который там был, Арис, и все, кто прибыл, и на Ар начинается сегодня, это все прибыли с Марса национальности, кто прибыл с Венеры, да, там был наш царь Вена, он описан у нас там как Венотырь. в этой Велесовой книге в честь него и Вена в Европе осталась и Венеция тоже в честь Вены, и Ровена старинное название столицы Италии, но и когда Венеру захватили, она стала называться Афродиты, не Афродита, а Афродиты, ну, потому что там много было представителей черного населения, которые потом захватили Землю. Не только у нас, значит, вот с этих планет прибыли, например, с оставшихся спутников Юпитера, например, Калиста, да, там четыре спутника Ио, Калиста, Европа и Ганимед, ну, вот с Ио кто прибыл, это был Иордания, и Руба народности, а вот кто с Калиста прибыл к нам на Землю, это Колхида, ну, или Колхи, Колхи, они в свое время приняли участие в образовании грузинского этноса, кто прибыл с Европы, но они так и поселились, и они так и назывались европейцы, хотя там их поделили быстро на разные национальности, то есть придумали им разные языки, Европа, Ио, Калиста, а Ганимед, а Ганимед, это Ганна, но это Африка, Сатурн, тоже спутников прибыли, Сурана со спутников прибыли, особенно много прибыло, то, что мы сейчас Файтоном называем, Файтоном назвали, это название ввел Ордов в 1957 году, наш астроном предложил называть эту погибшую планету Файтоном, но у них настоящее название Индограха, потому что все, кто прибыл с Индограхи, они сегодня являются индийцами, индийцами, вот Индонезию они заняли, полуостров, Индостан тоже им достался, но поскольку их было много, они заселили и Америку, и Северную, и Южную, и в принципе они там стали, в общем-то, ну, как бы, главенства тех много, вот, и поэтому их начали оттуда выкуривать, выкуривать, а они же приехали сюда не для того, чтобы воевать, а их стали убивать, понятно, они стали защищаться, но у них, поскольку не было ни производства, ничего, луки, там, стрелы, копья, вот, и все их оружие против порохового оружия, ну, тем не менее, значит, сегодня осталось только пять тысяч племен, а было много племен, которые прибыли, но не все индийцы, то, что нам сказку про этого Колумба придумали, Колумба, кстати, вот Колумба это не фамилия, это вообще Кула Амба, Амба это конец, а Кула это то, что, в общем-то, запрещено было, это главный святой, в общем-то, у католиков, бесеглавец, ну, и это идет от Римской империи, естественно, все, если сравнивать культуру индийскую с нашей земной, она очень сильно отличается, естественно, они, во-первых, хранители пяти цивилизаций культуры, ну, это вот Шива, да, там был вот Кришна, ну, это тоже своя культура, но это все, они сначала были захватчиками, а потом уже стали, значит, нашими союзниками, ну, там они сохранились, то есть, люди славные, люди, значит, медведи, тоже их не, значит, ну, медведи у них, они сейчас не являются, как коровы, например, священными животными у индийцев, но они были у нас священными животными, в России я имею в виду, у них вот змеи тоже священное животное, обезьяны, священные, коровы священные, ну, пять основных культур, так-то они все культуры приняли, и у них вот это вот главное, это вот не убийство, не насилие, это, ну, который в свое время Ганди, Мохамдус провозгласил, когда создал вот это движение несопротивления, кстати, Граху, там, Париграху, вот, ну, и Брахмачарию, то, что люди прибыли именно у нас с разных планет, ну, говорит, опять же, мода, вот, жибоны, например, насилие, вельможи, уже будет для того, чтобы поддерживать голову, ну, потому, что у нас Земля, по сравнению со спутниками, намного сильнее притягивает, или платья вот эти вот корсетные, корсетные для того, чтобы можно было поджать ноги и отдохнуть от этой гравитации. И была сильная радиация, у людей выпадали волосы, поэтому все носили парики. Ну, не только это, конечно, говорит о том, что люди, как бы, они, как бы, ну, люди, я уже говорил, что люди, это людчество, это те, которые живут на разных планетах, а человеки, это те, которые живут у нас на Земле. Причем у нас, когда Владимир вводил православие, он вводил, в принципе, смерть, то есть, перевоплощение предполагает смерть. Поскольку существовало, ну, две веры одновременно, те, которые были бессмертными, они были человечи, им назвались так человечи, вечное чело, и человеки, да, чело, которое только век может жить. Ну, и поэтому нас стали очень быстренько использовать на головах. И уже в конце 18 века у нас перевоплощение было запрещено, в 1830 году, когда вышла Библия, вот, у нас эти про это никто не расскажет, нам уже говорят по тысяче какие-то лет, там уже было рабы Божьи. В общем-то, рабство было провозглашено Священным Писанием, но оно идет не от нас, не наша религия, это религия от захватчиков земли. И у нас тоже, когда бомбежка была, у нас же 6 этажа и та сторона, вот, и там были и реки, и озера, и это все вышло на поверхность земли, потому что удары были нанесены такие мощные, вот это оружие, Брама, оно уже 40-километровое у нас, эти ямы образовались, у нас как идет слой гранита, да, где-то до 40-ка километров, ну 25-40, потом базальт, ну так считается, но оно возможно так и есть, ну и тоже там где-то 40-70, а под океанами нет гранитного слоя, там сразу базальт идет, то есть 40-километров у нас были ямы, не было гранитов, его испепелили вот этим оружием, поэтому из этих подземных городов, этажей Тартара вылезла вся вода сюда, понятно, что бежали из Сатурна, то Сатурна там, ну у него спутников конечно вообще 146, на сегодняшний день найдено, да, ну крупных естественно не так много, но в действительности у нас эти спутники практически даже 4-километровые, они были обжитыми, понятно, что может быть там не было создано какой-то особой биосферы, 4-километра это в принципе ни о чем, да, хоть даже оно и светило там, но атмосферы могло не быть, и поэтому зацикленности не создавалось, но внутри там могло быть и атмосферу создать, и растения, поэтому это не важно, что там маленькие очень спутники, по 2, даже по 4 километра, но естественно если по 100, по 200 километров, их тоже очень много, да, так вот у Юпитера вообще найдено 67 спутников, а у Нептуна всего 14, но если говорить об Уране, там 27 спутников найдено, но из них тоже сюда перебрались люди, ну а спутники естественно раз там за Нептуном уже жизни не стало, ну там же пыль, пыль она в общем-то рассеивает весь свет идущий от галактики, и там темно, и у нас сейчас темно, мы видим звездное небо, оно темное, черное, потому что идет рассеивание, мы в общем-то изолированы от всех остальных и цивилизаций и других звездных систем, у нас все заблокировано вот этой пылью. После Нептуна облако Аорты идет. Если допустим можно представить, что Иридан у нас поясом комет представлен, поясом Койпера так называемым, тот же самый Фаэтон, он представлен астероидами, поясом астероидов, но пояса Аорты он с Плутоном далеко в общем-то простирается. В общем-то у нас было ни два, ни три Солнца, как обычно, но мы наблюдаем, у нас правда слабенькие телескопы для таких наблюдений, и тройные, и четвертные, и пятерные, у нас в данном случае аж шесть было, но не считая Солнца, Солнцеподобных планет, но это нормально в общем-то. И вот устремившиеся это сказать на нашу Землю разные народности с разных этих уничтоженных спутников, создали естественное перенаселение, и потом у нас сначала случился Армагеддон, Армагеддон был вызван тем, что погибшие луны стали падать, ну куски от погибших лун падают на Землю, поэтому был сооружен купол вокруг Земли, который держали, ну сейчас Геракулы столбы называют, еще Геркулесом их называют, вот, но эти столбы были связаны как раз с тем, что они держали купол, он создан из пластичного, прозрачного, очень твердого материала, который защищает нашу планету от падения разных комет, астероидов, болидов, там, крупных метеоритов, они попадают, но у нас поскольку купол нахлез заделан, да, то, в общем-то, они попадают через этот на экваторе небольшое, так сказать, отверстие, куда эти метеориты, болиды проникают и, в общем, долетают до Земли, но, когда мы стали запускать в космос, ну, в космос у нас всего 300 километров, да, а купол на высоте тысячи километров находится, когда стали запускать там на Луну, к Марсу, там, вот, ракеты упирались в купол, ну, потом догадались, что есть отверстие на экваторе, ну, и через экватор там все нормально, там можно вылететь в открытый уже космос. Те ямы, которые образовались и появились океаны, океанов у нас не было, как и морей не было, это море, от слова мор. У нас были озера, озера, ну, и реки текли, значит, с северного полюса на экватор, и с южного полюса тоже на экватор, и там у нас на экваторе, в общем-то, и находились основная масса озер, ну, их не много, но и они были, а так, в общем-то, земля, в основном, это была суша, вот эти вот океаны, появились, их же две трети, покрывают землю, понятно, что это нерациональное использование земли, хотя у нас там живут оаны, но это целая цивилизация, это самые первые захватчики, которые захватили у нас водные просторы, то у нас потом пошли, значит, люди-птицы, это корсуни и курвы, так называемые, потом у нас пошли уже те, которые не только уже воздух и водную гладь захватили, а уже сушу начали захватывать, вот, ну, сначала гуны пошли, это люди-корвы, бычеглавы, их так называют, а потом вот уже песенаги, песеглавцы и анты, рамаян, она посвящена сражению землян как раз вот с этими захватчиками, а там были и люди-медведи, берберы, так называемые, они и сейчас остались, вот, в Африке живут, ну, правда, они там белые люди, нормальные, да, но, видимо, имеют хромосомы медведей, потому что у нас медведи были вообще разумные, они же потом у нас стали союзниками и их поэтому брали у нас в домашнее хозяйство, в домашнем хозяйстве они были как члены семьи, они ели за общим столом, а уже в 19 веке так называемые императорские команды, они вот отстреливали этих разумных медведей, но они сейчас остались в общем-то не будем говорить где и как они есть теперь значит пришлось засыпать наши вот эти останками лун все образовавшиеся океаны ну и засыпали но не полностью вот в силу того что падали вот эти метеориты создали сначала северный купол полусферу а потом стали создавать южную полусферу но пока создавали они построили вот эти змеиные валы так называемые на которых вот сейчас выстроили китайскую стену ну якобы пять тысяч лет назад но это свист она очень сильно разрушается сейчас тем более там бойницы они направлены в сторону Китая а не в сторону России и строили ее в 50-е годы 20-го века за 6-7 лет достаточно быстро построили потому что туда согнали фактически все население Манчжурии но их около 70 миллионов было и там до сих пор доходят могильники по миллиону человек около этой стены понятно что ее устроили заключенные достаточно быстро построили хотя там говорят что тысячелетия ее строили но это тоже очередной свист ну а когда построили уже южный купол ну понятно что эти змеиные волосы не нужны они кстати там два вала идет они тянутся от Желтого моря до Англии ну сама-то стена конечно Европа она не заходит потому что там был Советский Союз в Советском Союзе ну там были помните напряженные отношения с Европой потому что у нас же было тоталитарное государство ну так говорят сейчас давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего я отвечу на ваши вопросы продолжим наш вебинар есть версия что у женщины восстанавливается действенное плево после семи сексуального воздержания значит восстановлена действенность если да то может у мужчин так же если супруги будут семь лет в сексуальном воздержании то через семь лет они смогут ржать богов тут видите почему такая вот штука происходит у нас ведь когда выращивать стали сверхчеловека да эта программа была совместная с гитлером мы поставляли девушек в эти города a germany поставляла юношей ну там уже была сексуальная революция потому у них девушек не было действенниц поэтому там все были в основном русские девочки дело в том что у нас же вот уничтожена вся традиция правильных половых отношений когда вот было рабство у нас то что мы крепостным правом называем там же эти центурионы типа полицейских но только и римских они же врывались в дома в квартиры там если допустим ты там ел амарант или еще что-то ну избивали всю семью понятно если допустим вы имели половой акт да они никак предписаны у нас же только фрикции разрешены вот этих вот вращательно колебательных движений они же запрещены вот запрещены потому что в эти моменты устанавливается общая частота между мужчиной и женщиной потому что постоянный контакт происходит половых органов а когда фрикции там все время прерывается там уже вот множество таких четвертных клеток а четвертные клетки это что такое это уже нейрон да но только один конец у него лежит прямо в коже вот их там много сотни и когда они все соединяются да но держатся у них общая частота между мужчиной и женщиной возникает и поэтому у них во-первых разные виды любви да у нас сейчас только одна любовь да даже вот у греков ну у греков там исторги филосы манус ну их семь видов они выделяют их больше конечно и вот когда общая частота возникает да появляются рождаются боги ну раз чистота мужчина и женщина одна но они же создают всплеск да поэтому боги рождались и вот когда действеница и действеник теряют друг на друге свою действенность даже за счет фрикций там могла быть вот эта общая частота возникнуть вот это не всегда конечно могло происходить но могло происходить и происходило и поэтому рождались дети с голубой кровью и здесь тоже если вы правильно совершаете половой акт ну то есть вы не собираетесь менять потом своих партнеров да супругу или супруга ну сделайте так чтобы у вас общая частота была и чтобы у вас родились боги поэтому не обязательно семь лет воздерживаться папоротник как комнатное растение обладает ли магическими свойствами да любое растение имеет магические свойства мы просто не работаем с ними а вообще растение оно привыкает оно как бы к хозяину вот если хозяин погибает растение тоже погибает вот эти вот случаи они же даже в нашей литературе ну как в консомольской правде писали ну и там правда наоборот там девочка была парализована да но не этот полимелит был вот она не могла ходить вот она лежала и у нее под окном яблоня росла и она с ней разговаривала она ее поливала там как могла естественно и когда хулиганы сломали дерево и девочка умерла наоборот но и наоборот тоже потом ведь смотрите вот у нас лагеря на лесу повали лесорубы обычно больше полугода не жили вот это было связано с тем что нельзя рубить деревья потому что особенно большое дерево срубишь ну умрешь про это не рассказывают понятно люди рубят вот а потом умирает какой-нибудь ерунды да ну и думают что у него там что-то заболело и вот он нет он срубил дерево дерево может мстить дерево может любить дерево может определять кто кто из кто но эти исследования они были их печатали еще вот есть книжка она называется тайна жизнь растений ее вот в первозданном виде напечатали внуки религии ну сейчас его нету это понятно этого журнала а потом по просьбе трудящихся перестали печатать но ее издали я ее имел значит тоже она напечатана на машинке и вот там как раз описано много всяких вот свойств деревьев заходит преступник дерево вообще там ну с неудатчики снимаются вот и это можно использовать там в обнаружении кто что сделал дерево в принципе может все рассказать секреты только для нас которые ничего не чувствуют ничего не понимают для природы нет секретов да и вообще нет секретов но папоротник насколько я знаю плохо растет дома но если у вас получилось это хорошо у нас древовидные папоротники только остались в дендрариях да дендропарках вот но в основном китайцев нас потому что все вырубают выгорели что у наших предков использовалась круговая система управления вместе с тем существует иерархия были князья короли цари повелители планет выше них солнечной системы еще выше галактики и вселенных анаг это же пирамида получается в чем тогда отлич той древней системы от современной захватнической где тоже все иерархично значит смотрите вот то что повелители там леса гор рек да они самостийно рождаются ну сами у них происхождение и тоже у планеты без сферы рождает вот у них все другое происхождение да у них иерархия а у нас нет у нас круговое управление было ну то есть коррективное у нас ведь те же самые вот цк было да и было политбюро там же все сообща решали не думайте что там Брежнев Хрущев что-то решил решало политбюро то есть круг понятно что они сидели как попало они не учитывали качество и функции круга вот и поэтому и решения то были не всегда правильные ну а то что вы перечислили там коньяк короли цари и повелители князь это испорченный конас конас это ну это уже второй круг идет тут 10 конов прошли и вы попадаете вот где конас или асуры их потом ну в рамаяне асурами назвали короли это вообще чин первый самый роки или короли но у нас поскольку была византия у нас еще были византийское православие да там свое название но они идентичны нашим а у нас роки у них короли вот то что касалось царей но это совсем другая иерархия это династии но мы знаем точно про две но я думаю их было три это как минимум потому что племя было царское в племя это три рода входят вот а повелители планет ну я уже сказал они имеют все другое происхождение не только материальные сущности хотя они проявляются вполне реальные персонажи ну и планеты могут рождать понятно и солнце может рождать своих повелителей интересует суеверие связанное с черными кошками имеет ли носовые корни или проставили тоже перевертыш и как относиться ко всем остальным суеверим тоже сплошной свист да не всегда в том то и дело дело в том что у нас ведь природа мыслящее существо мы же считаем что природа это глупая да мы это вершина вот это не так ну потому что человек часть природы а часть не может быть умнее целого но природа у нее мышление событиями и вот какому-то событию всегда предшествует какой-то знак ну и у нас в общем-то вот эта знаковая книга она тоже была ну я как бы сейчас вот самой книги нету но вот описание там ну допустим солнце садится в туче плохая погода на завтра тонн солнце садится значит у нас закат хорошая погода это пример привожу но работает эти все но более сложные уже их нет а вот эти все приметы они были нужны для того чтобы точно знать что будет какая погода какие события грядут например знамение что такое знамение это предшествует какому-то событию неприятному может быть но а может наоборот приятному боги проявляют эти знамения те знамения наносились на знамена и допустим если война была то это знамя оно помогало победить к примеру да поэтому все эти ну мы их называем сейчас уверен они рабочие в реальности ну вот я когда проходил посвящение в жрецы там надо значит прожить год надо было так сейчас год уже не не проживешь в лицо один в лесу с одним топором там когда живешь ты уже знаешь какие птицы тут рядом живут как они кричат когда например зайц появится когда там леса появится у них меняется звук ты все это знаешь ну потому что ты уже свой но оно работает и все в лесу все знают потому что есть птицы есть пересмешники так называемые ну та же сорока например та же ворона они же пересмешники они могут кричать разными криками и кричат всегда на какого-то зверюшку своим именно криком можете можете рассказать про его звездой созвездия лир если она кто-то на земле с этого созвездия ну там очень крутая цивилизация находится они вот в обращении там есть четвертое обращение вот но они как бы не претендуют на землю они вообще ни на что не претендуют мы с ними в свое время встречались у нас было трое человек ну я с супругой мой друг мы вторым поехали к ним на встречу но они нас пригласили вот встреча была мы с ними договорились о многих вещах которые мы должны были сделать здесь на земле после этого они срочно сказали что ничего не будет они уезжают вот они подарили камень камень такой красивый большой но это как бы ярлык был свои раньше ярлыки давали ярлык на какое-то действо ну что мы должны это сделать но они здоровые они шестиметровые где-то ну это где-то вот второй этаж дома такого роста а там значит перед этим была ночь а то значит все светло стало день вот а мы на машине на жигулях свои мы значит вышли из машины и такая вот звезда с такими вот как фонарик китайский лучи так идут с него вот она так садится и появляются этих шесть человек ну вот они вот шесть метров ну и общение телепатическое идет ну и причем каждый настроек каждого по-своему было общение ну вот они свеги а потом недавно вот узнали что они договорились с нашими захватчиками что они влазить не будут здесь они ничего не знали оказывается что мы захвачены что с нами делают что хотят а мы тут договорились и космодром там сделать и вообще у нас космодром так на ламе находится на поторане да оттуда можно тоже в любое место улететь но это тоже другой контакт у меня был тоже в центре Москвы кстати но не совсем сан-дмитровское шоссе когда мне рассказали что там можно на общественном транспорте попасть в общем-то в любую точку нашей галактики ну и не только галактики но это не общественный транспорт они в основном конечно телепортации используются если солнце это мысли живых существ как вообще могли создаться условия для возникновения жизни на земле когда-то никого живого на земле не было значит и мысли тоже а значит солнце которое дает тепло и получается завтра круг чтобы появилось солнце тепло нужно живое существо но чтобы появилось живое существо нужно тепло солнце как разрешается противоречие как возникнуть жизни на земле вот если у вас есть та же планета да с каким-то эксцентриситетом ну то есть она как бумеранг вращается вокруг своей оси и она еще может вращаться вокруг орбиты ну как бумеранг он летит его бросаешь он веже и прилетает и планеты они представляют из себя такой вот бумеранг ну потому что они идеально круглых нет они все но с какой-то ну вот наша земля геоид название такое получило и вот когда она вращается да легкие вещества они концентрируются в центре этой орбиты возникает солнце потому что они легкие легкие вещества это ну простые реакции а простые реакции ну какие там там окисление может быть там может быть обмена реакции ну их сколько там я не помню 13 по-моему видов и все излучают свет но когда единичные вещества это вот пыли то же самое то у нас сейчас вот пыли много вокруг этого нашей солнечной системы сделали когда уничтожили эти все планеты из-за 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 этого у нас нету света от галактик он галактика саму основная основной поставщик света галактика была вот и на тех всех планетах ну какие там были спутника в общем-то была жизнь потому что свет был а солнце раз зажглось да там простые были вещества оно зажигается появляется свет свет освещает планету планета начинает давать жизнь вот это колебание когда это писал Вернадский кстати говоря ну вы слышали Вернадский так вот он описал что когда значит возникает жизнь она перерабатывает грунты там в общем выделяется какой-то газ она меняет ильев меняет все биосфера меняет геологию геология которая изменила там газ появился появились значит какие-то положительные какие-то отрицательные моменты они меняют жизнь жизнь становится другой вот она новая жизнь она снова меняет планету снова какая-то составляющая в биосфере там в атмосфере появляется ну и снова то есть идет вот этот колебательный процесс жизнь меняет условия существования условия меняет жизнь и снова жизнь меняет условия существования существования меняет жизнь вот так идет колебание пока не возникает разумная жизнь разумом кончается все развития потому что разум это атрибут материи как пространство время и движение которое нам только и разрешено знать атрибутов действительностью материи бесконечное множество память это атрибут материи разум мышления диум и так далее тоже атрибуты материи все описанные свойства любого материала там упругость твердость тоже все атрибуты материи конкретно веществ и материи тоже размножение тоже атрибут материи ну а начебо у нас ничего не размножалось у нас планеты размножаются все размножается не только жизнь если вся вода из тартера вышла на поверхность то внутри сейчас засуха города погибли да нет по расчетам геологов там у нас воды там больше чем на поверхности в тартере чем на поверхности земли там текут реки там есть озера там свет вот есть пещеры которые все время светятся про них про них нам не рассказывают но экспедиции которые там побывали они об этом говорят в Москве у нас на 500 метров где-то дайверы спускаются к Кремлю подходят эти подземные ходы ну и Сталин их вообще приказал замуровать вот этого появления вот этих подземных людей не прекращалось у Сталина у всех у всех в общем-то наших правителей всегда появляются люди из-за кулисы которые требуют так или иначе поступить ну причем ну вот у меня был шеф да я работал тоже в лабораторию возглавлял когда он приходил к какому-то открытию у него в кресле всегда сидел человек но он как раз описал люди в черном один в один и к нему заходят люди они его не видят этого человека он его видит и он предлагает им сесть на место где сидит этот человек они не садятся хотя они его не видят он их спрашивал потом нет не видят они уже говорят вот эти люди в черном что тебе делать как тебе делать и нужно ли это вообще делать такие вот вещи у нас происходят к сожалению постоянно и мы думаем что наши руководители они что-то решают нет за них решать все за кулисы есть ли способы проверить наличие человека тонких тел дело в том что я в детстве часто проводил то действие о котором вы говорили видимо по родовой памяти но это очень хорошо у нас дело в том что тонких тел ни астрального ни ментального ни эфирного нету тут даже можно не проверять потому что у нас есть не тела а есть оболочки эфирные астральные ментальные а тело оно уже самостоятельно и оно мы его когда создаем мы подчиняем его нашей какой-то мере обязательно а иначе оно само по себе начинает жить вот тех групп в которых есть учитель да какой-то который что-то вещает рассказывает да и они о нем думают и создается его двойник из мысли они все сливаются в эти мысли общие и он часто является своим этим учеником но сам учитель ничего не знает об этом двойнике потому что он возник сам по себе а вот тех двойников которые тот же самый преподаватель создает да вот они все зависит от его меры которые все время накачивает и создает в общем-то питание этому двойнику то есть я представляю черная дыра но это вообще-то гипотеза больше чем реальный факт просто в галактике есть места которые не светятся я подозреваю что это просто полевое облако которое рассеивает свет вот но современная трактовка что это туда все притягивается туда все влетает и оттуда ничего не вылетает даже свет притягивается что она воспринимается нами как черная дыра как различить цыган от лили так спросите их они скажут они же помнят свое происхождение в отличие от нас но все вопросов больше нет до уже ночи спокойной ночи до свидания